В добрейшем времени суток, с вами Ирасик. В общем, прохожу по контенту дальше. Груля записали, надо бы магика. Записываю чисто для себя, ну и либо для ребят, которые захотят увидеть тактику. Для РЛа, кстати, тоже подойдет. Так, что за магик? Босс делится на две фазы. Давайте сразу для РЛа. Вам понадобится от одного до трех танков. На первой фазе только, на второй фазе танки уже не понадобятся. И есть время на респек. Так что, если заливаете хорошо первую фазу, то можете искать там даже одного танка с огромным количеством наполов. Вам понадобится от двух до пяти хилов. От двух это холли палы именно, два хила. Если до пяти, то лучше набирать до пяти. Сейчас поговорю конкретно. Тут хватает вообще, можно практически в одного хила хилить, но... Как бы лучше набрать пять хилов, это более уверенно. Теперь, первая фаза. То есть мы как идем? Мы идем, скорее всего, в один или два-три танка. Мы идем в пять хилов, чтобы по увереннее быть. И кучка дпсеров. Желательно дпсеры, чтобы все давали больше девятки. Конкретно, если говорить за х5 и сервер. Но если вы хотите туда идти не троить, а именно быстренько проносить, то берете там 12-13 кдпсов минимум, смотрите по метасирусу, по чему угодно, и проносите довольно-таки быстро. Если первое и второе пати разбирать, то можете там взять людей от девяти кдпсов. Как бы первая фаза заключается в том, что вы должны назначить кубики пять человек. То есть вы еще до фазы должны назначить людей. Две пати людей вы назначаете на кубы. То есть первая пати и вторая пати. Убийсты, так называемые. Но до этого дойдем. Вы видите вот такие вот кубы, и там есть мобы. На каждого моба пометки ставите. И каждому из мобов надо кикать каст. Каст вы кикаете залп стрел тьмы. Если его не кикать, то очень много урона по рейду будет прилетать. Около 30% хп за каждый залп. Итого пять залпов, тут пять мобов всего, и вы умираете по сути. Если все пять залпов прилетят. Дальше. Бой пуляется, это первая фаза. Вы играете по меткам. Если у вас есть декавр рейде, желательно их иметь, то они прожимают войско мертвых. Эти мобы время от времени призывают еще одних мобов-големов. Големы ваншотают, если что. Мобы, у мобов можно ферять. Это самое главное. Не только кикать касты, они феряются довольно неплохо. Так что если есть присты, есть локи, то можете расферять их немного. Там масс феры обычно сдаются. Кикаются касты, все замечательно проносится. Если что, можно нажать дэш геру. Гера на боссе может откэдэшиться, потому что 10 минут проходит. Как раз. То есть берса 10 минут. Фаза вот эта вот длится 2 минуты вроде, да? 2 минуты. То есть сам же вначале типа дали БЛ. Через 2 минуты выйдет у вас уже 8 минут до берсы. Следовательно, если на боссе 10 минут берсы, то и этот. Как бы она откатится, в общем-то. Так что если у вас с ДПС проблемы, вы можете дать сразу БЛ. Дамажите, заливаете, кайфуете. В общем, все нормально. Играйте всегда через метки. На мобах можете нажимать Гнев Небес. Для того, чтобы мобы истанились. То есть не только феррялись, но еще и истанились. Вот Гнев Небес работает на демонов, которые вызываются. Заливаете с первой метки, потом уже демонов. Это все понятно. Первая фаза, все понятно. Теперь вторая фаза. Мобы залиты. Вы должны на 5 кубов расставить людей. Расставляете, допустим, как делают на Сирусичность. Первая и вторая пати типа кубисты. Так и делают. Теперь что за кубы? Босс начинает время от времени кастовать. Время от времени кастовать. Вот эта вспышка скверная. По ДБМу не ориентируйтесь. ДБМ врет. Если что. ДБМ врет. Сейчас. Дойдем до этого штука. Этой штуки. Так. Вот каст. Вспышка с огненной звезды. И на этот куб надо будет нажать. Во время этого каста. Если не нажмете, там секунды две пройдет каста. И вайбрейда по итогу будет. 5 человек назначается на кубы. 5 человек. То есть один там в один куб, другой в другой куб. И они вовремя должны все нажать. Я 5 хилов ставлю как страховку. Вы ставите 5 хилов на страховку. Если вас позволяет ДПС взять 5 хилов. Чтобы кубисты еще бегали. В нашем случае нам хватает. Если кубисты не нажимают, нажимают хилы. Если кто-то там из хилов кого-то подстраховал. Кто-то этого хила подстрахует из ДПСеров. В таком случае. Чтобы вайпа, так сказать, не было. Чтобы уверенно было. По сути это все, на самом деле. Это самое главное. И еще из самых главных, это не бегать просто на боссе через центр. Во-первых, появляется такая лужа, даже под боссом. А что такое центр? Центр, вот вы видите на экране мой курсор. Центр, это уже вот здесь вот, где вы стоите. За кубом это уже называется центр. Вот это называется стеночка. Всегда после нажатия кубов, то есть кубы в разных местах расставлены, вы должны бежать по стенке к боссу, дамажить его дальше. Зачем вам две пати кубиста? Все просто. После того, как вы нажимаете на куб, налаживается дебаф. Вот этот дебаф скидывается после нажатия уже еще одних кубов. То есть один и тот же человек не может нажимать дважды кубы. Если что, тактика для Сируса, говорю сразу. То есть на Сирусе раньше было по одному кубисту, то есть всего 5 кубистов и по одному на каждый куб. И они нажимали. А сейчас уже 10 кубистов дебаф увеличили по времени. Так вот, о чем это? Почему нельзя ходить через центр? Во-первых, лужа. Во-вторых, отталкивание в эту самую лужу. И лужа довольно неплохо дамажит, плюс еще дебаф оставляет за собой. И в-третьих, на 30% хп появляется землетрясение, которое будет вас ваншотать. Это самое землетрясение. То есть вы в него заходите, вас ваншотает, все. То есть мне это никогда никто не рассказывал, что через центр вообще не надо бегать. Но запоминайте, ребята. На боссе ни в коем случае бегать через центр нельзя. По сути это все. Только на 30% хп. То есть вот так вот она будет повторяться. Вот эта фаза. Кубисты будут нажиматься. Там дебафы туда-сюда. Сейчас через секунд 5 или 10 кубы надо будет нажимать снова. Сейчас кубисты его нажмут. Вовремя нажимают. Вон, тут у меня кот стоял полгода тупил. Я за него нажал даже. Типа поэтому я хилай поставил. Что-то тупил, тупил парень. Вроде нажал, кстати, тоже. Вроде нажал, как и я. Но я не смотрю, он тупил. Так что ладно. Решил, так сказать, за него понажимать. И на 30% хп будет землетрясение. На землетрясение еще раз. Все обязательно должны быть под стенкой. Никто через центр, никто нигде не ходит. Бывает такая ситуация, что землетрясение одновременно с кубом может прокнуть. В этом случае даже не знаю. У меня всегда люди нажимали на куб. Но возможно даже куб не надо нажимать. В таком случае оно просто само скинется. Каст. Вот землетрясение. Все трясется. Вы это все прекрасно видите. И наносится всему рейду урон. В этот момент просто называются личные, либо массовые сейвы. Да и все. Вот такой вот макрос я сделал для удобства. То есть там обозначил людей звездой, зеленой меткой. Кто где стоит, так сказать. Метки пометил, так сказать, меткой. И люди там ходят, запоминают. И каждый раз макрос линкую. Кому интересно, конечно. То есть звездой там сейбер, допустим, обозначен. Или накурока. Эльды там зелеными метками обозначил. Вот все через вот это вот обозначение. Как вы квадраты линкуете в LPG-чат. Вот так же самое в райчат. Типа обозначил. И так намного проще сразу понять, чем вот это писать. Крест-то-то-то-то. Звезда-то-то-то-то. Проще обозначить. Жаль, а дона, конечно, нету. Которые сразу всех назначат. И метки расставят. Но это уже, как говорится, дело такое. Может быть, даже напишет кто-нибудь. В общем, это вся тактика. Кому интересно было, можете подписаться на канал. Лайкос, поставить или дизлайк. В зависимости от того, понравилась вам тактика или нет. Ну, я так рассказал. Все, что знаю о нем. Ну, кстати, несек договорил, как босса ставить. Босса, как вы видите, вот череп метка. Босса. Давайте так, смотрите. Круг. Круг, правильно. Блин. Как-то чист-пэйнт надо сделать сейчас. Давайте чист-пэйнт. Допустим, вот это круг. Ну, неровный, неважно. Допустим, вот это круг. Правильно, платформа круг. Допустим, здесь куб, здесь куб, здесь куб. Где-то куб просрал, да? Вот здесь куб. Вот здесь босс. Допустим, здесь вход. Вот здесь вход. Вы пулите босса отсюда, вы его ведете сюда. И потом поворачиваете вот так вот. Чисто. И куб не будет кливаться. Главное, не слишком близко к кубу. И хвост, чтобы не был. Хвост, чтобы не стоял в куб. Иначе будет сложно втыкать кубик как раз таки. То есть, надо поставить вот так вот. Как я показал, и будет у вас все шикарно. И вот в этом месте танк вот так вот повернул в лосо, и все шикарно. В принципе... Ой, господи, какая магика. Я вот еще что подумал. Давайте я еще и кубистов вам покажу, как назначить правильный РЛ. Смотрите, еще раз. Вот кубы по бокам и по центру. Вот еще раз вход. Правильно, вот тут вот босс, все нормально. Тут танк ставит, держит. Короче, все вернул на место. Вы назначаете на каждый куб первую и вторую пати. То есть, например, тут звезда, например. Тут, не знаю, крест, зеленая метка, луна, что угодно. То есть, разные кубы. Первая пати. Смотрите. Поставьте... Вот босс будет... У босса есть скрип, правильно? Вы назначаете вот сюда вот первое и второе обязательно два рейнджа. То есть, слева вы входите. Слева два рейнджа, первые два куба нажимают. Где-то по центру уже пофигу. Можете милику сюда поставить. Почему два рейнджа? Потому что милики, если пойдут вот сюда вот, вот он куб нажал, он пойдет бить босса, он залазит под клифф. Если он пойдет через центр, ну, сами понимаете, он в огонь зайдет, землетрясение, он сдохнет там просто. А бегать ему не в камильфу. А я думаю, у вас всегда найдется какие-нибудь 2д пейсера, которые рейнджевика. Поэтому желательно, чтобы в первой пати и во второй пати, которые будут нажимать люди, чтобы были по одному рейнджевику. Один рейндж здесь, другой рейндж здесь. Чтобы они потом не перебегали вот так вот постоянно, чтобы нормально бить. Просто они останутся и будут дальше лупить босса по итогу. Вот по сути и все. В плане расстановки на кубы людей. Как правильно? А так, меточки разные поставили и пошли дальше кайфовать. Насчет меток на кубы тоже самое. То есть, кто кому кикает каст, вы назначили человека, поставили метку и на первой фазе это тот человек кикает каст. Вот и все по сути. Лучше сделайте макросы нормальные. Сейчас, кстати, к макросам мы перейдем. Как вы должны людей назначить правильно? Так, насчет макросов. У вас должно быть 4 макроса на магике. Один из них это кик кастов. Второй из них это хилы, на которых в кубах они стоят. И еще 2 пати кубистов. Итого 4 макроса. Как они по итогу выглядят? Я там ставлю, допустим, себе первую... Ну, на какую-то панель, в общем, ставлю эти макросы. В какой-то очередности, например, первые 2 макроса это кубисты. Первая и вторая пати. Третья это хилы на этих кубах. И четвертая это кики кастов. У меня, например. То есть, кик кастов вы расставили. Присмотрите, вы это все прекрасно видите, этот макрос, правильно? То есть, у меня как прописано? У меня прописана звезда. Звезда и тире дальше, кто кикает каст, так сказать. Потом ромбик кикает каст. Там треугольник, полумесяц и так далее. Вот, например, как это выглядит. Сейчас покажу. Вот, нашел хорошего человека, бревнуша. В общем-то, первый макрос это кик кастов вы назначаете людей. То есть, я прописал звезду себе. И вот так вот это, в принципе, выглядит. То есть, вы зашли такие... А, слева звезда. Там увидели, кто что-то кикает. Потом ромбик увидели. В общем-то, все понятно. Одной клавишей все расставили. Дальше. Там хилы, например, кубы. То есть, то же самое. Поставили звезда-джуис. Сразу видно, вот. Сразу видно, кто что нажимает. Так сказать. Дальше. Точно такая же тема с кубами. Первая патия. Типа вот этот. Звезду наставил с двух сторон, кстати. С двух сторон обязательно, чтобы понимать лучше. Но можно не с двух сторон. Почему на кике кастов у меня не с двух сторон стоит звезда? Потому что не хватает символов. Просто-напросто. То есть, они уже не вписываются дальше. Не хватает символов и все. ГГ. И пришлось поудалять некоторые значки. По итогу. Вот. Первая патия и вторая патия, так сказать. То есть, первая патия нажимает первыми. Они идут потом после нажатия дальше бить. А вторая патия идет как раз таки на кубы. Чтобы эти самые кубы нажать вовремя в каст. В общем-то, для РЛа прям в сумме идеально, максимально рассказал. Это РЛ должен как бы себе тоже проделать. Ну и насчет настройки этих самых макросов. Как вы делаете? Вы просто убираете никнейм, например. Там звезда, вы ха-шаман. И пишите другой. То есть, там плеер 1. Там ромбик, например. Плеер 2. Да? Допустим. Ну, у меня ников конкретных нет. И насчет куба. Как я уже сказал. Запомните, что у вас, например, там звезда и крест, к примеру, стоят там слева. Например. Вы запомните, это кубисты. Типа, ну, как у себя прорисуйте в голове. То есть, двое из кубистов должны быть слева. И это ренжи, напомню. Это ренжи слева, как я вам показывал. И все остальное, где угодно. Могут быть милики. Потому что милики будут терять очень много ДПС, если будут там слева стоять и будут полностью обходить. Ну, либо под клив залезут и сдохнут, когда будут прибегать обратно. О чем я уже и говорил.